Гарри Кейн в марте стал лучшим игроком английской премьер-лиги. Это уже седьмое по счету подобное признание заслуг нападающего. Тем самым Кейн повторил рекорд бывшего форварда из Манчестера Сити Серхио Агуэра, который ранее тоже семь раз признавался игроком месяца в чемпионате Англии. В 30-м туре Тоттенхем с Кейном разгромил Нью-Касл. Домашним матчем лондонцы не торопили события, чем и воспользовался Фабиан Шер, четко пробив штрафной удар на 39-й минуте. Но спасибо точному навесу Сон Хэн Мина, Бен Дэвис быстро восстановил равновесие еще до перерыва. Режиссером второго гола хозяев стал сам Кейн. Партнер Корейц схитрил и мяч достался Мэтту Дуэрте. 2-1. Дальше больше. Сон Хэн Мин проявил хладнокровие в ответственном моменте. Эмерсон в середине второго тайма увеличил отрыв. Ну а пятую победную точку поставил Стивен Бергбейн. Помешать ему пробить точно никто из гостей не решился. Он большой пример для своих товарищей по команде. Каждый игрок прогрессирует и по этой причине Тоттенхем поднимается выше в турнирной таблице. Если такой игрок, как он, в вашей команде, это делает вас сильнее. Конечно, я бы хотел, чтобы Гарри остался в Тоттенхеме. Он игрок, которого каждый тренер хочет видеть в своей команде. У нас с Гарри отличная связь. Он топ-игрок. Глядя на успехи Гарри Кейна в составе Шпор, Манчестер Юнайтед загорелся идеей заполучить нападающего в свои ряды. В этом случае, скорее всего, лондонский клуб оценит своего футболиста в 118 миллионов евро. Манчестер Юнайтед вряд ли заплатит такую сумму, но может предложить Тоттенхему обмен. Гарри Кейн вместо Антони Марсиаля с доплатой. Гарри Кейн – новый плеймейкер Шпор. Сейчас он как новый Диего Марадона. Длинные передачи, короткие передачи. У него есть все. Для игрока его калибра просто быть в топ-4 в АПЛ недостаточно. Если в будущем у него будут предложения играть в клубах, которые будут бороться за трофеи и выигрывать их, он может уйти. В конце вашей карьеры вы смотрите на список трофеев, которые вы выиграли. Гарри Кейн играет за Тоттенхем с 2011 года. Он является воспитанником клуба. В текущем сезоне он выходил на поле 42 раза и забил 22 гола. Это делает его лидером в бомбардирской статистике клуба. К этому можно добавить 7 ассистов. До конца сезона много времени. Чем не повод напоминать о себе новыми достижениями.